Нам бы порода, у которой была бы тонкая шерсть, масса как у ББ, набирал бы ее точно так же, был неприхотливый, выживаемый. И молоко давал еще, как карман. И губернатор спокойно жил. А если серьезно, сырья действительно не хватает. Текстильный комбинат закупает его в основном из Белоруссии. Чтобы полностью завершить цикл производства от приемки сырья до выпуска готовой продукции, необходимо почти 700 миллионов рублей. Сюда заходит мытая шерсть, выходит пряжа в любом виде. Она может быть шерстяная, полушерстяная, верблюжья, козья. Мы можем оперировать. Обойтись без импорта можно будет, если предприятие запустит линию по производству шерстяной пряжи и приобретет мойку для шерсти. Тогда увеличится объемы продукции, которая, к слову, понравится и молодежи. После посещения текстильного предприятия Харон Амирханов провел совещание, где участники говорили о развитии племенного животноводства. Сегодня страна полностью обеспечивает себя мясом птицы. Активно развивается и мясное скотоводство. В этом есть и заслуга бурятских фермеров. Московский гость уверенно заявил, мотивация у наших сельхозпроизводителей есть и будет. Меры государственной поддержки, и глава государства об этом сказал недавно в Ставрополе, и председатель правительства, министр об этом постоянно говорит. Не только не будут сокращаться, они будут увеличиваться ежегодно, чтобы наш товаропроизводитель чувствовал, что компенсация части затрат на производимую качественную продукцию надо производить для того, чтобы увеличивать его объемы. По окончанию выставки «Байкал Агрофарм» всех участников наградили призами. Юлия Пермякова, Жаргал Цариндашеев. Новости дня.